От вопросов двусторонних отношений, реализации совместных проектов до поствыборной ситуации в Беларуси и обстановки на этом фоне как внутри страны, так и за ее пределами. Более четырех часов длились переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи. Их уже в прессе назвали максимально закрытыми. Лидеры двух стран общались один на один. Интереса добавил тот факт, что визит в Россию Александр Лукашенко первый после президентских выборов. Позиция официального Минска неизменна. Мы подтверждаем незымливость белорусско-российского сотрудничества, в том числе в торгово-экономической и военной сферах. Наши страны вместе принимают меры и в борьбе с коронавирусом. Ключевые вопросы нынешней встречи в Сочи во вступительном слове затронул белорусский лидер. На повестке реализация крупных двусторонних проектов, интеграционные темы союзного государства, совместное реагирование на возникающие вызовы. Александр Лукашенко начал протокольную часть, то есть доступную для прессы, за слов благодарности российской стороне и лично российскому лидеру за поддержку в непростой политический период. Вы поступили очень порядочно, по-человечески, поэтому лично вас благодарю и всех россиян, всех тех, не буду их перечислять, кто был причастен к тому, чтобы поддержать нас в это поствыборное время. Друг познается в беде, я это искренне говорю, это нам урок. Не только Беларуси и России, но и нашим постсоветским республикам. Об этом мы будем еще говорить на встрече Еврозес, прежде всего, ОДКБ, да и в рамках СНГ есть о чем поговорить. Думаю, вам интересно будет мое заявление в этих структурах. И не потому, что, вы знаете, мы переоценили все, что там было. Мы всегда с вами оцениваем и переоцениваем. Но, как мы с вами по телефону разговаривали еще в начале этих событий в Беларуси, что уроки надо извлекать из всех событий. И для нас тоже очень-очень серьезный урок, который мы с вами, я надеюсь, выдержали. Мы действительно по договору ОДКБ шли ровно. И учитывая отношения между братскими народами, фактически одним народом, мы так и поступили. Мы не воевали, мы не стреляли, мы не бросались даже палками в Беларуси, две стороны, которые противостоят друг против друга. Но продемонстрировали свою решимость, что если там, за пределами белорусских границ, кому-то хочется почесать руки, мы можем почесать любой момент. И что мне очень приятно, я вам очень за это благодарен, вы продемонстрировали, что белорусские границы – это границы союзного государства. И никому не позволено бряцать там оружием. Экономика лежит в основе всего, а вот эти события нам показали, что нам надо теснее держаться с нашим старшим братом и сотрудничать по всем вопросам. Владимир Путин подтвердил, официальная Москва рассматривает Беларусь как ближайшего союзника и выполнит все взятые обязательства. Российский лидер еще раз, но уже лично поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах. подчеркнул, что вмешиваться во внутренние дела страны силам извне недопустимо. Мы за то, чтобы белорусы сами, без всяких подсказок и давления извне, в спокойном режиме идеологии друг с другом разобрались в этой ситуации и пришли к общему решению, как выстраивать свою работу дальше. Мы знаем о вашем предложении начать работу по Конституции. Я считаю, что это логично, своевременно, целесообразно. Уверен, что, имея в виду ваш опыт политической работы, эта работа и работа по этому направлению будет организована на самом высоком уровне, и это позволит выйти на новые рубежи в развитии политической системы страны, и, значит, создать условия для дальнейшего развития. Президенты обсудили и протестные уикенды по-белорусски. В наше время информационных противостояний и новости в интернете преподносите, мягко говоря, субъективно. Поэтому Александр Лукашенко лично рассказал Владимиру Путину о том, что на самом деле происходит в Минске. Я упрощаюсь, но с улыбкой смотрю на то, у нас в субботу марш женщин и девушек, а в воскресенье общий марш. В субботу – воскресенье. В эти дни, обычные дни, страна живет обычной жизнью, да и в субботу – воскресенье. Поэтому часть Минска мы освобождаем для того, чтобы люди могли, если у них есть желание, пройтись по этой части. Но главное, я это постоянно говорю, не переходить черту. Есть красная линия, вам тоже это знакомо и известно больше, чем мне. Вам пришлось эти линии чертить по Чечне, прежде всего, когда вы стали совсем молодым президентом. Я это помню, не дай бог, конечно, это в Беларуси, но тем не менее, есть определенные красные линии, которые никто не имеет права переходить. Но пока эти красные линии никто не нарушал. Тесное взаимодействие между странами продолжится, в том числе и в экономике, заверил Александр Лукашенко. 10 миллионов человек в России трудятся на предприятиях, которые в той или иной степени завязаны на кооперации с партнерами в Беларуси. А наша страна активно покупает сырье и комплектующие. К тому же Россия основной рынок для белорусских производителей. Да, без потерь в торговле не обошлось, как, впрочем, и во всем мире. Пандемия внесла коррективы, планирует наверстать и даже прибавить. Стороны подтвердили взаимодействие и финансовым секторем. Так Россия планирует в ближайшее время предоставить Беларуси кредит в полтора миллиарда долларов. Обсудили главы государства и белорусско-российское тактические учения. Одни из них стартовали сегодня. Собачиться мы можем по любым вопросам спорить и так далее. Но оборона и безопасность у нас никогда не вызывало никаких споров и сомнений. Мы ни у кого не должны спрашивать, проводить или не проводить у нас учения. Мы проводили и будем проводить. Кто-то хочет, пусть присоединяется к этим учениям. Кто-то не хочет, пусть не делает это. Я думаю, что, Владимир Владимирович, вы дадите команду министру обороны России. Наш министр обороны уже получил такую команду. Мы спланируем на годы вперед эти учения. Будем их конкретизировать. И малое, и большие учения мы должны проводить вместе. Вы один из уроков нынешней ситуации в Беларуси увидели. Ну зачем брязгать гусеницами у границ союзного государства Беларуси? Зачем? Сложный период. Ну потерпите. Нет. 15 километров от границ выбросили недавно батальон натовский. 15 километров в Литве. По брату. Зачем это делать? Вы правы. У нас есть план. Он будет реализован, осуществляться будет. В течение года у нас и на территории Беларуси, и на территории России практически каждый месяц предусмотрены какие-то мероприятия. И как планировали раньше, так все и будем делать. Говоря о пандемии, Александр Лукашенко не исключает. Вторая волна будет еще мощнее. Вместе с тем в Беларуси этого всплеска, как в ряде стран Европы, пока нет. Владимир Путин подтвердил, Беларусь первая получит вакцину от коронавируса, разработанную россиянами. Редактор субтитров А.Семкин